День Республики 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 Сентябрь – сезон консервации урожая. На рынках огромное количество овощей и фруктов отечественного производства. Радуют и цены. Многие именно сейчас приступают к домашним заготовкам, но есть и те, кто уже приготовил припасы на зиму. О секретах консервации и ценах на овощную продукцию расскажет моя коллега Светлана Джива. Элистинка Вера Мотева более 30 лет закрывает компоты, варенье, ассорти из огурцов и помидоров. Этому ее научила мама и свекровь. Все овощи и фрукты со своего огорода делится Вера Геннадьевна. В этом году закрыла примерно 40 банок с компотом, наварила внукам варенье. Компотик, как говорится, очень вкусный, но и варенье, когда особенно в период ОРВИ, простудных заболеваний, сезонные, когда горлышко болит, очень нужно открыть, выпить чай горячий и легче станет. И выздоравливаешь, потому что своими руками собирала сама. В огороде у нас есть и вишня, и смородина, и слива, все растет. Последние теплые деньки порадовали садоводов. На грядках дозревает свекла, капуста, виноград. А вот огурцов в этом году было мало. Из-за жары рассада не принялась. Пришлось докупать на рынке. Огурцы по рецепту Веры Мотевой любят все. Их она закрывает и с помидорами, и с кабачками. Главное на начальном этапе тару тщательно промыть. Огурцы замочить в холодной воде пару часов, для того, чтобы были хрустящими. У нас также смородина, вишенка. Ну, вообще рассол. Рассол нужно делать, если помидорки, нужно делать как помидоры. Потому что соль они не очень любят. Кабачки? Да, кабачки не очень любят. Поэтому, наверное, мы сделаем рассол. Если помидорки ложим, значит у нас будет как на помидоры. А соль сахара? Да, больше сахара. Соли одна ложка всего лишь будет. Вообще закрутки я много делала. Всегда семья, когда большие дети здесь жили, внуки родились. Всем хватало? Всем хватало, да. Когда в гости я иду, обязательно что-нибудь беру с собой. А однажды даже я делала помидоры со сливой. Слива пахнет помидором, помидор пахнет сливой. Это что-то было необычное. Сейчас у большинства хозяек в самом разгаре сезон заготовок. В этом году в связи с распространением коронавирусной инфекции многие лесенские семьи увеличивают объемы заготовок на зиму. Цены и обилие овощной продукции, выращенной в Калмыкии, радуют. В эти дни цены на борщевой набор ниже. Так, картошку можно купить в районе 20 рублей, капуста, морковь, свекла от 25 рублей, помидоры от 20 рублей. Томат будем варить, лечо будем варить, вкусненькое. Хочу хорошую, крепкую аджику. Пишу специально купить хороший продукт. Помидоры нашла. Теперь мне за чеснок и перчик вот сделаю. Я на этом все делаю аджику. Я без нее жить не могу. Цену устраивают. В принципе, не так уж и дорого. А что набрали? Яблочек, да? Ну, мы взяли яблоки, огурчики, нектарин. Посмотрите, какая красота, да? Разноцветие. И фрукты, и яблоки. И доступные цены можно взять. На столичных рынках утверждают, что овощи и фрукты на прилавках отечественные, где каждый может выбрать себе продукцию на любой вкус и кошелек. По сравнению с прошлым годом цены незначительно выросли. Повлияла пандемия. Границы для перевозки были закрыты. А с открытием сделали незначительную надбавку, говорят продавцы. Яблочки скобарды очень хорошие, экологически чистые. Свои, наверное. Свои, да, домашние. Цены держим, да, небольшие цены, более приемлемые. Я считаю, что на сегодняшний день для такого времени это низко. Тамбовская область, Воронеж, Астрахан. У нас в Астрахане сейчас цена космическая, поэтому пока еще это не таскаем. По всему Калмыкии брать около 300-400 тонн. Да, вот картошка уходит. Да, вот так. А в этом году, мне кажется, это больше будет. В связи с этой пандемией еще. Да, будет заготовка, наверное, чуть больше. Осенние припасы – залог благополучной зимы. А еще хороший способ не только сэкономить семейный бюджет, но и получить удовольствие от сделанных заготовок. Светлана Аджиева, Максим Мятежный, информационная программа «День республики». Жители республики приглашают принять участие в генеральном субботнике 26 сентября состоится общереспубликанский субботник «Твоя чистая Калмыкия». Каждый желающий сможет принять участие и внести свой вклад в сохранение природы и поддержание чистоты. Традиционно на улицы городов и поселков выходят коммунальные службы и работники организации, чтобы навести порядок перед началом зимы. Тем не менее, жители республики смогут также проявить инициативу и провести этот день с пользой для родного края. Места проведения субботника опубликованы на сайтах и страницах в соцсетях администрации городов и районов Калмыкии. Начало проведения субботника 26 сентября в 10.00. Участникам акции будут предоставлены средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, мешки для сбора мусора. Как отметил главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев, уборка территории пройдет с учетом санитарно-эпидемиологических требований на открытом воздухе и соблюдением социальной дистанции. Государственный театр песни и танца «Айраты» представит Калмыкию на фестивале «Танцуй и поймай Россия». Прославленные академические хоровые и танцевальные коллективы со всей России соберутся в Государственном Кремлевском дворце в яркой насыщенной музыкально-танцевальной концертной программе «Фестивальная карусель». Он направлен на объединение народов России с помощью всем понятного языка – песни, музыки и танца, а также возрождение и популяризацию национальной культуры, обмен профессиональным опытом и на динамичное развитие хорового и танцевального искусства. Состоится фестиваль 6 декабря. Мы безмерно рады представлять калмыцкую культуру на таком высоком уровне. И в этом году мы туда повезем сцену из музыкально-хореографического спектакля «И друг степи Калмык», который называется «Свадьба» в постановке Петра Тимофеевича Надбитого. И дебют, так сказать, Владимира Петровича Надбитого «Танец. Ночь. Музей». Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV «Зеленые точки» и «Ростелекома» на сайте рекалмыки в специальном вкладке и на официальном аккаунте в Instagram reakalm.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин